всех приветствую с вами аудио подкаст клуб полуночников сегодняшний выпуск я решил посвятить безвременно покинувшему этот бренный но интересный мир актеру джулиану сенсу а именно его трагической смерти в горах калифорнии дамы и господа добро пожаловать в клуб полуночников январе 2023 года когда ветры горных вершин свистели песню вечной свободы британский актер джулиан сенс отправился в одиночное путешествие на гору болди прекрасное таинственное место в южной калифорнии он был известен как талантливый артист но мало кто знал о его страсти к альпинизму и стремлению исследовать самые дикие и запретные вершины этого мира горы всегда притягивали сенса словно магнитом они были его убежищем от суеты голливуду его спасением от шума камер и вопросов журналистов вершины олицетворяли для него истинное совершенство природы величие которое не поддавалось объяснению и каждый подъем был для него не только вызовом но и способом погрузиться в мир полный тайн и загадок семья и друзья описывают его как байроновского романтика чья душа тянулась к крайностям природы и свободе гор один из членов его семьи даже поделился фотографией которая передает страсть актера к альпинизму на снимках джулиан изображен среди гор в альпинистском снаряжении с веревками и рюкзаком на спине одна из фотографий показывает его улыбающегося камере с бутылкой минералки на вершине горы эти снимки отражают его счастье находясь близко к вершине горы в прохладное утро друг актера описал его как человека который никогда не подчинялся правилам и границам всегда стремящегося к экстремальным приключениям в природе он глубоко вдохновлен поэтами романтиками и его исполнение их же произведение исходило из страстной любви к литературе джулиан был поэтом искателем приключений и верным другом чья жизнь была насыщена вдохновением и полнотой самой этой жизнью что произошло после последнего его отъезда в далекие горы стала загадкой пугающий как скалы возвышающиеся ввысь он исчез без вести его жена и сын остались в полном отчаянии не зная где искать его следы и горы в этой ситуации были их врагом недружелюбным и холодным и они знали это наиболее трогательной частью всей этой истории были усилия его сына который вместе с другими более опытными альпинистами активно принимал участие в поисках своего отца на горе в калифорнии как заявил в интервью репортером его сын джексон сэнс мой отец всегда был моим героем и когда он пропал я не мог сидеть сложа руки я чувствовал что должен сделать все возможное чтобы найти его спасатели неустанно пытались отследить следы джулиана сэнсо после его исчезновения в горах калифорнии информация о его местоположении стала одним из ключевых аспектов в поисковой операции сразу после объявления джулиана пропавшим без вести спасатели пытались использовать сигналы мобильного телефона актера для локализации его местоположения сигналы указали что он находился в районе горы болди в понедельник но дополнительные попытки связи с его сотовым телефоном оказались безуспешными за банального отсутствия сотовой связи и возможно сбои питания устройства чтобы сузить область поиска был проведен отложенный пинг через операционную систему apple iphone актера от 14 января 2023 года и этот пинг указал на возможное местоположение джулиана на одной из троп ведущих вершине горы болди однако даже после проверки этой области наземными поисковиками и вертолетами к сожалению не было обнаружено никаких улик которые могли бы помочь в поиске актера тем не менее надежда не покидала семью и друзей джулиана они продолжали верить в его возвращении поддерживали усилия поисковых групп поддержка приходила не только от близких но даже от его коллег известный актер джон малкович поделился своими воспоминаниями о долгой и крепкой связи еще с начала 80-х с джулианом перед премьерой их фильма на берлинском кинофестивале и он назвал исчезновение своего друга невероятно печальным событием а 24 января брат джулиана ник сенс заявил в интервью что по его мнению джулиан к сожалению ушел он сказал он еще не объявлен пропавшим без вести не считается мертвым но в глубине души я знаю что он ушел несмотря на разногласия между братьями ник горько сожалел о потере семья и друзья продолжали размышлять о жизни исчезновение актера в интервью брат рассказал что горы болди в калифорнии были любимым местом джулиана и он был активным альпинистом дружба малковича с актером джулианом сензом привлекла внимание к исчезновению актера недели и месяцы прошли поиски понемногу охладели и тишина поглотила надежды родственников и вот через шесть месяцев группа смельчаков отправилась на гору они знали о сенсии и о его пропаже но никто не ожидал того что они там обнаружили сначала были сапоги забытые потерянные во времени словно душа путешественника оставленная в прошлом они возвратились как призраки чтобы напомнить миру о своем хозяине после сапогов следовали кости молча рассказывая свою историю отчаяние и бессилие жертвы гор и природы затем удостоверение личности со знакомым лицом а это усиливало чувство ужаса как будто прошлое вернулось чтобы дать знать о себе документы идентифицировали мертвого но не разгадали тайну его смерти ботинки были следующими уликами трекинговые палки усилили только мрачный нарратив все это было словно оставленное после неведомой битвы символы загадки которую никто не мог разгадать останки были разбросаны словно какая-то картина ужасов а к новым вопросам добавились еще больше и новые вопросы почему не было никаких следов шлема или ледоруба горы умеют быть жестокими но они также оставляют следы своего насилия и все же не было ничего чтобы могло помочь дать ответы на вопросы что случилось с актером на той горе снег и вершины к сожалению не разглашают свои секреты они сжирают их словно могильщики прошлого и будущего почему останки были на этом ровном месте были ли это следы дикой природы или это были дьявольские игры гор в одном из своих последних интервью актер удивительно деликатно и ужасно рассказал о своем опыте находки человеческих останков во время своих восхождений и это интервью произошло всего за несколько месяцев до его загадочного исчезновения во время одиночного путешествия вот что он рассказал вы знаете я находил жуткие вещи в горах когда знаешь что находишься в месте где погибло много людей будь то на эгере или вандах делился сенс его слова звучали как предчувствие которое стоило бы воспринимать всерьез далее актер говорит вы можете столкнуться с человеческими останками и это может напугать это не обязательно сверхъестественно возможно даже слишком естественно вы находитесь в присутствии большой природы и большая природа раскрывается во всей своей силе откровенчил актеру в опасность в своих усилиях по исследованию этой самой природы но кто знал что его собственное путешествие в мир этой природы столкнет его с невероятной загадкой и опасностью что стало причиной сносившие с небес лавины или таявший снег унесший его тело никто не мог ответить на эти вопросы путешественники и не нашли рюкзака в котором могла бы поместиться большая часть необходимого ему снаряжения но туристов большинство из которых были опытными альпинистами беспокоили действительно некоторые важные вещи например вся найденная ими одежда была темной в ней не было ничего оранжевого красного или желтого чтобы как-то могло облегчить обнаружение актера с воздуха а один из туристов заявил что он был одет просто как ниндзя к одному из ботинок актер был привязан набор микрошипов это небольшие металлические шипы которые можно прикрепить практически к любой обуви их легко надевать и снимать и они отлично подходят если вы предпочитаете не слишком крутые заснеженные тропы но в горах покрытых снегом троп на самом деле не существует и сенс опытный склова съехал по крутой обледенелой местности где небольшое скольжение может за считанные секунды превратиться в катастрофическое скольжение в таких случаях микрошипы не могут заменить кошки так называемые длинные тяжелые шипы которые прикрепляются к прочным альпинистским ботинкам и глубоко вгрызаются снег и лед чтобы предотвратить потенциально смертельное падение как заявил один из туристов я был немного шокирован увидев микрошипы они были просто неподходящими инструментами для данного восхождения также не было никаких следов шлема или ледоруба смертоносного на вид инструмента который зимние альпинисты используют чтобы упереться в снег или остановить себя если начнут падать у актера был мобильный телефон он лежал на камне под деревом но большая часть горы болди не принимает сигналы и путешественники не смогли найти сигнал в том районе где они нашли останки джулиана сэнса они не увидели никаких доказательств того что у сэнса который путешествовал один был бы какой-то другой способ вызвать помощь найдя останки они сразу же конечно использовали карманное устройство спутниковой связи чтобы отправить властям экстренное сообщение с указанием их точного местоположения и спасатели ответили через восемь минут вот так вот не существует вообще жестких правил относительно того какое снаряжение необходимо иметь с собой чтобы быть в безопасности в горном походе любители активного отдыха на протяжении веков взбирались на скалистые вершины чтобы насладиться их величием и одиночеством задолго до того как была изобретена большая часть современного стандартного оборудования к примеру основатель сера клуб джон юр возможно самый отважный альпинист в истории калифорнии вероятно никогда не представлял себе устройство для спутниковой связи и умер от естественных причин на больничной койке лос-анджелеса вот так он горы его пощадили тем не менее туристы нашедшие останки актера джулиана сэнса не могут избавиться от мысли что его шансы на выживание могли бы существенно улучшиться если бы у него было лучшее снаряжение особенно если он вдруг просто заблудился или получил травму после падения как сказал организатор группы можете ли вы представить отчаяние изоляцию человека в этой ситуации слышать вертолеты знать что тебя ищут но не иметь возможности подать им сигнал мне до сих пор снятся кошмары об этом после обнаружения его останков семья опубликовала заявление в котором говорится что актер навсегда останется в их сердцах с яркими воспоминаниями о нем как замечательном отце мужи исследователи любители мира природы и природы искусства он был страстным альпинистом и мы утешаемся знаю что он закончил свою жизнь вместе которые любил и делал то что любил заявила у сын мы наполнены самыми прекрасными воспоминаниями еще в 2020 году джулиан сенс рассказал в интервью о своей любви к походам и поблагодарил своих родителей за то что они поддерживали его влечение в детстве вот что он сказал я в долгу перед ними за то что они побудили меня проявить интерес к искусству и естествознанию он добавил что был невероятно счастлив когда был близ вершины горы великолепным холодным утром и что в его списке желаний была отдаленная вершина в высоких гималаях такая как макалу а вот еще одно признание актера к горам дорогие горы я хочу признаться в своей невероятной и горячей любви к вам ваше величие могущество и вечность всегда ошламляют меня с каждым восхождением на ваши вершины я чувствую что нахожусь ближе к своей собственной душе любовь моя к вам глубже чем слова могут описать вы место где я нахожу внутренний покой и спокойствие каждая моя поездка к вам это не только физическое восхождение но и духовное путешествие я чувствую как моя душа расцветает ощущая связь с вами когда я взбираюсь на ваши вершины я забываю о всех заботах и тревогах этого мира здесь на вашей высоте я нахожу место для размышлений для внутреннего роста для истинного понимания себя ваши склонны горные вершины и бескрайние горизонты наполняют мою душу вдохновением я готов подниматься к вам снова и снова ведь это мое истинное призвание любовь моя к вам дорогие горы бесконечно и непреодолимо вы мое укрытие мое место счастья и мой источник бесконечного вдохновения я обещаю продолжать исследовать вашу красоту и величие потому что моя любовь к вам больше чем сама жизнь вы моя вечная страсть и огоржусь этим с любовью и преданностью ваш джулиан на этом я заканчиваю подкаст покойся с миром джулиан сенс твои фанаты которым ты запомнил со своими ролями всегда будут помнить тебя и смотреть фильмы с твоим участием ты был хорошим примером того что всегда надо стремиться штурмовать самые высокие вершины они прозябать всю жизнь у их подножия задирая вверх голову всем мира клуб полуночников закрывается до встречи в эфире